Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Другие отметили, что им нужен не особый статус, а независимость. А кое-кто вообще подчеркнул, им закон из Киева не писан. Мы должны прочитать этот документ и принять его внимание. Но, тем не менее, мы должны помнить, что это закон Украины, принятый Верховной Радой. У нас есть свой Верховный Совет, который принимает свои законы. То есть мы должны понимать, что это просто точка соприкосновения для какого-то диалога. Это политические проекты. Примечательно, что проведение пленарного заседания в закрытом режиме, на котором рассматривались эти документы, депутаты парламента одобрили только со второй попытки. А у здания Рады собрались противники предоставления Донбассу особого статуса. Протест устроили беженцы с востока Украины, которые считают, что никаких выборов проводиться на захваченных территориях не должно. А также возмущены попытками легализации самопровозглашенных народных республик. Владимир Унанянц, РТВА. В Верховной Раде сегодня был продуктивный день. Украинские депутаты ратифицировали тех соглашений об Ассоциации Украины и Евросоюза. 355 проголосовали за, против 0, воздержались тоже 0. Голосовали в унисон с Европарламентом в 13.00 по киевскому времени, в Страсбурге же в 11.00 по европейскому. Европарламентарии провели подготовку к ратификации по специальной сокращенной процедуре. Украина подписала соглашение об Ассоциации с ЕС в два этапа. Сначала была принята политическая часть, а затем экономическая. 12 сентября Украина, Россия и ЕС договорились о том, что экономическая часть вступит в силу в конце 2015 года. Слишком много жертв было принесено Украиной ради этого. Поэтому это не просто текст, это шаг в будущее, это план жизни следующих поколений украинцев, которые считают свою страну неотъемлемой частью европейской семьи. Европа – гарант того, что Украина будет двигаться только вперед, оставляя позади советское прошлое. Заседала сегодня и Российская Госдума. Открылась осенняя сессия. Она обещает быть не только антисанкционной, ее уже так нарекли, но и просто антизападной. Тон задал спикер Высшего законодательного органа России Сергей Нарышкин. Обрушился с критикой на Запад и обвинил США в попытке развязать новую холодную войну. Циничная и безответственная политика Соединенных Штатов и тех стран, которые идут у них на поводу, ставит мир на грань, по сути, новой холодной войны. И ее обновленная версия становится реальностью наших людей. Москве не понравилась идея об объединении Румынии с Молдавией. МИД России выразила забоченность в связи с заявлениями премьер-министра Румынии Виктора Понты о намерении совершить второе великое объединение с Молдавией к 2018 году. Из откровенных призывов кандидата на пост президента Румынии ясно следует, что определенные политические круги в Бухаресте по-прежнему питают аннексионистские планы в отношении соседней суверенной нейтральной страны, говорится в сообщении МИД России. В Кремле считают безответственным и неприемлемым тиражирование извне подобных заявлений в условиях начавшейся избирательной кампании в Молдавии. Израиль не хочет портить отношения с Россией, а потому в еврейском государстве решили не поставлять вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты украинцам. Сделку заблокировало и Министерство иностранных дел Израиля, которое также должно дать согласие на поставки. На прошлой неделе представители израильской и украинской делегации встретились на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2014 в Баку. Там и были обсуждены вопросы, связанные с дистанционно пилотируемыми комплексами. Полиция Таиланда арестовала трех подозреваемых в убийстве британских туристов на острове Кохтао, задержанные гражданами Янмы. Тела двух британцев были обнаружены в понедельник утром. У 23-летней девушки и 24-летнего юноши были проломлены головы. Следователи признаются, что поражены жестокостью преступников. Правосудие обогатило Берлускони на 36 миллионов евро. Апелляционный суд Милана встал на сторону бывшего премьера Италии. Экс-супруга политика вынуждена отказаться от 36 из 108 миллионов евро, которые Сильвио Берлускони должен был ей в течение трех лет после развода. Ежемесячное пособие Вероники Ларио будет составлять не 3 миллиона евро в месяц, как решил суд первой инстанции, а только два причины расставания супругов стали многочисленные сексуальные скандалы вокруг Берлускони. Хотя поговаривали, что и Ларио изменяла мужу с телохранителем. Но, как можно видеть, это не помешало ей получить 24 миллиона евро в год на содержание от Экс-супруга. Что ж, на этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. Я обращаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин